В черте города средняя интенсивность движения на Волоколамском шоссе – 80 тысяч автомобилей в сутки. 16 тысяч из них выезжают на трассу с улицы Комсомольская. Эта транспортная артерия – одна из самых оживленных в Красногорске. Для примера загруженность речной – 30 тысяч автомобилей в день. Именно поэтому светофор на Красной Горке требовался давно. Данный светофор появился не в рамках программы, а в рамках многочисленного обращения жителей и, соответственно, постройки данного торгового комплекса. Поток машин и поток пешеходов увеличился. Все еще было выдано ТУ данному предприятию на реализацию установки автоматизированной системы управления дорожным движением. Пропустят, не пропустят, гадали раньше автолюбители, выезжая с Комсомольской. Теперь с появлением на перекрестке с волоколампкой светофора у водителей есть промежуток времени, за который они могут спокойно совершить маневр. Зеленый сигнал горит 12 секунд. За это время выехать можно налево в сторону области и направо в столицу. Для тех, кто движется из райцентра в Москву, работает специальная стрелка. Впрочем, режим работы трехглазого регулировщика может меняться в зависимости от многих факторов. Процесс пусконаладки. Дальше будет продолжаться в связи с изменениями дорожных условий, плотность, поток. У нас меняются сезоны. Как мы знаем, летом это дача. Рядом стоящий светофор близ остановки по-прежнему регулирует движение. Причем теперь он синхронизован с новым. Это значит, что стартовав на зеленый на первом светофоре, через 15 метров автомобили не будут тормозить, потому что на пересечении с Комсомольской загорелся красный, говорят в МОЗ Автодоре. Новую разметку пока не наносили. Не сезон уточняют дорожники. Ожидается, что перекресток Комсомольская-Волоколамка еще преобразится. Здесь будет, насколько я знаю, проходить еще ряд мероприятий, связанных с выданными техническими условиями. Соответственно, данный транспортный узел еще поменяет свой вид. Поэтому и переразметка тоже будет согласна ходам и проектам. Тестирование нового регулировщика на Комсомольской в данный момент завершено, сообщает МОЗ Автодор. Таким образом, этот светофор стал 19-м на Волоколамском шоссе в границах города. Анастасия Евставхева, Никита Рощин, Мария Анна Быстрова, Александр Петухов, КРТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова